Друзья, всем привет! Я Димас, вы на канале Кукс Бразер Хукс. Я вас всех рад приветствовать. Для вас сегодня будем готовить блюдо по заявке. Чуть попозже скажу заявкам кого. Ну, лапша у нас сегодня, удон. Это будет всё в домашних условиях и на наш лад, естественно. Мы сегодня будем использовать заместо лапши удон. Вот такие вот макарошки гречневые. Мы их заранее отварили, промыли их под холодной водой, родниковой. Всё как полагается. Когда варили макарон, добавили соль и масло. После этого, в принципе, если вы хорошо промыли под холодной водой, ключевой, масла, в принципе, не надо добавлять, потому что какие-то оттеночки масла на макаронах остаются, и они никогда не прилипнут у вас. Как бы, ну, такой нюанс небольшой. Естественно, мы будем готовить сегодня самое популярное мясо в России и в Китае, в Японии. Это свинина. Кусочек небольшой свининки нарезали на маленькие такие вот порционные штучки. Как бы, можно больше нарезать, крупней. Это всё на ваше усмотрение. Мы решили помельче сделать, удобнее будет есть. Также будем использовать для приготовления нашей лапши удон перец болгарский, на грядках выращенный. Также баклажаны, тоже на грядках выращенный. Будем не репчатый лук использовать, а красный в данной ситуации. Морковка, тоже всё домашнее. Кабачок, либо цукини, кто любит иностранные. И имбирь, естественно. Куда без имбиря? Я не знаю, есть рецепты, кто не использует имбирь. Ну, для меня это странно, потому что это восточная кухня, и без имбиря в лапше это, наверное, как бы, ну, дико. Ну, либо люди не любят имбирь. Это что из овощей? Из приправ мы будем использовать вот такие вот две приправы. Чеснок сушёный и вот такая штука есть для блюд на воке. Приятно пахнет, чтобы ощутить полноту вот этого вкуса вока. Вот что нам требуется. Также будет у нас использоваться соль, перец. Кунжут мы будем использовать на украшение. Соевый соус. У нас, как бы, не обычный соевый соус, а густой. Также масло, на чём будем жарить растительное. Мы добавим экстракт анчоуса. Вот такой у нас есть бульон, так называемый. Также будем добавлять, хотя у нас свинина, унаги. Кто любит суши, знает, что за унаги соус. И терияги сладкий. Терияги сладкий. Он, как бы, тоже очень вкусный, ароматный. Приятный соус для лапши. Ну, и для перчинки, для остроты мы добавим супер чири чесночный. Ну, он не супер чири, но чири. Всё, для этого будем использовать такую глубокую сковородку. Как бы, очень похожий на лог. Ну, такая вот у нас будет сковородочка. Закинули свинину, добавляем маслице немножко. И всё хорошо это обжариваем, чтобы колернулось. Вот, смотрите, ребята, у нас свинька обжарилась. И мы добавляем в наши специи чуть перчика. Опять же, чуть соли. Немного солим, потому что будет соевый соус у нас потом. Чеснока сушеного. Приправ для вока. Сразу убавляем. И добавляем наш соевый соус. У нас густой, напоминаю. Всё убавили, всё томится будет. Сейчас протомится, поджарится. И мы сейчас будем уже нарезать наши овощи. Нарезаем морковку. Опять же, всё, можете это нарезать на тёрочке. Есть такая вот помощница наша, всем знакомая. Я нарежу всё вручную, потому что мне так нравится. Овощи, на самом деле, можете кидать в произвольном порядке. Всё равно они у вас должны получиться как бы альдентом такое. Также нарезаем баклажан. Перец болгарский. Ну, или какой у вас есть там. Жопку-попку отрезали. Семечки убрали. И нарезали. Также берём цукини. Либо кабачок, простонародье. Он маленький у нас, нарезаем доль. Также берём лук. В данной ситуации красный. Такими дольками нарезаем. И, естественно, мы берём имбирь, куда без имбиря. Немножко его примнём. И тоненько-тоненько-тоненько-тоненько-тоненько нарежем. Чем мельче, тем лучше. Можно на тёрочке натереть, это не критично. И всё, сейчас постепенно будем закидывать наши овощи, уже наш лук. Ну, как видели, я уже морковку закинул. Чуть-чуть опередил события. Что мы делаем дальше? Мы закидываем имбирь. Он должен отдать себя полностью этому блюду. Жарим буквально минуту. Вот обжарился минутку у нас имбирь. Следом добавляем баклажаны. И тоже обжариваем минутку-полторы примерно. Старайтесь, конечно, нарезать всё одинаково, чтобы у вас было. Ну, по возможности. Если нет, то нет, как бы это уже не критично тоже. Главное, чтобы это прожарилось и было хрустящее. Ну, вот, смотрите, у нас баклажанчики тоже обжарились минуту. И следом добавляем наш перец и лучок уже. И снова обжариваем минуту. Ну, вот, у нас опять прошла минута. И закидываем наш последний из овощей ингредиент, это кабачки. И также вот обжариваем в течение минуты наши цукини. Опять же, периодически добавляйте масло. Надо, чтобы была немножко маслянистая основа. У этого блюда. Ну, вот, смотрите, ребята, у нас цукиники тоже минутку поджарились. И мы добавляем нашу лапшу. В нашей ситуации это макароны. И уже добавляем наши специи. Дальнейшие, опять же, это соевый соус. Где-то чайная ложка унаги. Столовая ложка без горки. Терияки сладкий. Столовая ложка без горки. Немножко анчоус, но концентрата добавим. Где-то пол чайной ложки. И пикантности добавим, мы добавим чили нашу. Чили добавим чайную ложку. И все это аккуратно, все перемешиваем, так сказать, делая вок. Чтобы загустелось, наша лапша была класть специями. Пригреваем ее. Отличный результат у нас получается. Так что ждем несколько минут и будем пробовать уже. Как хочешь телевизор, можно смотреть. Какой-нибудь оппозиционный канал можно включить. Я могу себе позволить, пока вот нет оператора, что-то заполкнуть лишнее. Ну все, ладно, давайте пока. Ну, смотрите, друзья, вот мы приготовили нашу лапшу в домашних условиях. Вок, удон, как вы хотите, так и называйте. Мы перекладываем ее. Чуть мясца надо зацепить, куда без мяса. И овощей. Посыпаем кунжутом. У нас интересный кунжут, черный. Не классический, не все его могут найти. Ну, прикольный. Ну вот, смотрите, друзья, мы сегодня приготовили отличный, такой отличный лапшу удон, вок. Будем пробовать, что у нас получилось. Получилось, мне кажется, очень интересно. Так что мой ответ нашему подписчику, пользователю и хорошему другу Алексей Семин. Морячок, очень легко приготовить вкусную лапшу удон в домашних условиях. Ты увидел рецепт, готовь. Какие ингредиенты ты там добавишь, это уже не важно. Но ты видел, как все просто. Готовь, не стесняйся. Это очень вкусно, реально. Кто любит восточную кухню, вот эти все штуки. О, хрущат. Мясо готово. Макароны аль денте. Смотрите видео и ознакомьтесь, как приготовить лапшу удон. Или подобие ее в домашних условиях. Кто первый раз на канале, обязательно подписывайтесь. С вами был Димас. Великолепный оператор Антон. Вся наша банда Кукс Бразер Хукс. Увидимся на нашем канале. Всем пока-пока. Здоровья.